Ух ты! Вот это крупняк! Что-то такое крупное попалось! Ого! Вот это крупнячок! Ого! Вот это рыба! Что ж там такое? Всем привет! Сегодня выехал на рыбалку, половить плотву и другую рыбу. Приехал в одно интересное местечко, здесь залив реки, можно сказать, старится. И недалеко здесь есть небольшой канал, который впадает в озеро и там есть небольшое движение воды. Сейчас стоит очень высокий уровень воды. Погода сегодня пасмурно, плюс 10 градусов сейчас. Днем обещают до 20 градусов и ветер южный, давление 749 миллиметров. К вечеру обещает небольшой дождик. Сегодня расскажу вам много интересного. Дело ведь плотву, в каких местах ранней весной, какую прикормку лучше использовать, какие наживки и много интересного о рыбалке. А также вы видите саму рыбалку, сам процесс. Расскажу о прикормках своих, которые буду использовать о наживках. Сейчас соберу удочку и буду начинать уже рыбалку. Сегодня взял на рыбалку специально градусник, чтобы измерить температуру воды. Вот, сейчас посмотрим. Почти 10 градусов. 9-10 градусов сейчас температура воды. Так, сейчас немножко расскажу вам о прикормке, которую буду использовать сегодня на рыбалке. Вот, специально взял вот такую вот для ловли плотвы. Уже готовая смесь прикормки. Сейчас я ее здесь приготовлю. Вот, также хочу добавить немножечко вот это вот, несколько капель аттрактанта, вот такого. Вот, и пока будет готовиться, настаиваться прикормка, вот, соберу свою удочку. Сейчас собрал удочку и хочу немножко рассказать вам о этой снасти. Кто смотрит первый раз, тому будет интересно. Удочка у меня 6-метровая, вот такая вот, небольшая здесь катушечка стоит. Леска основная 0,2 и поводок 0,16. И вот такой вот поплавочек из пера. Огрузка здесь стоит у меня несколько грузиков, вот, для чувствительности. Вот, 4 грузика, 3 основных и 1 маленький подпасок. Вот. И вот такой вот небольшой крючочек под наживку. Он где-то 3,5-4. Видите, специальной такой формы интересной. Опарыш-мотель. Под опарыш-мотеля. Можно и тесто, и мастырку насаживать на такой крючок. Вот такая у меня снасть. Сейчас вам расскажу наиболее перспективные места для ловли плотвы в апреле. Наиболее перспективные места это тихие, уютные береговые участки, где присутствует проточная вода с небольшим течением. Искать плотву в апреле стоит на глубине 2-3 метра, так как она больше стремится к береговой линии в поисках корма. Активность клёва плотвы напрямую зависит от температуры воды в водоеме. И первый период активности начинается, когда в реке или в озере вода прогреется до 80 градусов. И этот клёв длится в течение двух недель до нереста плотвы. Потом он практически прекращается и уже возобновляется, когда рыба уже отнерестится. Почему я и взял сегодня градусник, чтобы измерить температуру воды. Сейчас как раз та температура, при которой активность рыбы должна быть очень хорошей. То есть клёв должен быть хорошей сегодня. В период апрельского активного клёва поклёвки плотвы бывают уверенные и чёткие. После зимы рыба голодная и в поисках корма ведёт порой себя даже немного агрессивно. Прикормка в апреле при ловле плотвы особенно важна. Потому что рыба постоянно мигрирует в поисках корма по водоему. И чтобы приводить её к месту ловли, нужно использовать прикормку. Для ловли сегодня буду использовать опарыши из наживок. Также вот такая уловистая наживка. Рецепт приготовления есть у меня на канале. Также гороховое тесто. Тоже уловистая наживка. Буду пробовать вот эти три наживки поочерёдно. И посмотрим, на которые будет лучше ловиться рыба. Прикормка настоялась. Глубина ловли там где-то около двух метров. Сейчас сделаю несколько небольших шаров. И прикормлю место ловли. Важно сначала выбрать место. Вот. Узнать глубину. Забросить удочку в то место, где будете ловить. А потом уже у вас поплавочек будет как ориентир. Куда бросать корм. В какое место. Вот такой небольшой нюанс, хитрость. Я так всегда делаю. Забрасываю, выбираю место. Удочку. А потом уже прикормлю место. На поплавок прям. Так. Для начала буду ловить на опарыша. Сейчас вот так вот пучком Несколько штук Насадим. И попробуем. Надо стараться побольше Делать наживку, Чтобы Мелкая рыба Не клевала. Глубина Где-то метра полтора Сейчас стоит. Опа. Ух ты. Вот это клев Сходу Вот это плотва Вот это рыбалочка сегодня Начала работать прикормка Буквально только забросил Красота Вот это красавица Смотрите какая плотвища Вот это рыбалка Прикормка работает Атрактант работает Наживка работает Все работает Первая плотвичка Сегодня будет отличная рыбалка На плотву Вот почему Важна температура воды Вот при Ловле Такие хитрости все С этих всех мелочей Вот Складывается Вся рыбалка Вот это Плотва На горуховое тесто Вот это плотвица Красавица Работает все Мой рецепт Кому интересно Узнать рецепт Гроховое тесто Вот Вот это Такое Хорошее плотво Есть видео на канале Можете посмотреть Рыбалка Сегодня Чем Она лучше Потому что Делаю больше Шарики И рыба Попадается Крупней Вот В чем И секрет Ну И добавка Здесь Соответственно Есть Вот кому интересно Может посмотреть Что там за добавочка Какой рецепт Подробно есть Как и Такое тесто Приготовить Самому Ух ты Вот это Крупняк Что-то Такое Крупное Попалось Вот это Крупняк Вот это Рыба Что же там Такое Попло Вот это Плотвище Ого Опа Вот это Рыба Сегодня Ого Крокодил Вот это Крокодил Класс Так Надо Полочку Достать Кручок Чтобы Не идти За цепом Вот эта Рыбка Подошла Класс Вот это Плотвище Так Плотвище Все В пупырышках Скоро Будет Не Реститься О Вот такая Рыбалка Сегодня На Опарыш Видите Вот такая Рыба Это Мол Карась Вот такая Плотва Вот это Супер Супер Рыбалка Сегодня Класс Вот это Повезло Так Повезло Рыбка Подошла Но я Туда Уже Корма Так Нормально Подбросил Там Уже Видно Собралась Хорошая Рыба Сейчас Наживел Вот такой Пучок Опарышей Опа Есть Ух ты Ого Вот это Крупнёк Ого Не поднимается Не поднимается Вот эта Рыба Вот это Крупняк Подошел На прикормку С активатором Красота Вот это Платвище Это уже Вторая Такой Крокодил Крокодилы Начали Клевать Ох и Крокодилы Вот это Рыба Красота Красота А Опа Есть Ух ты Ого Ого Вот это Пошло Вдоль Берега Сюда Вот так На гороховое Тесто В чём Секрет Теста Там Есть Интересная Добавка В которой Много Протеина Все Компоненты Натуральные Кто Хочет Узнать Рецепт Этого Теста Переходите Смотрите Видео Видео Называется Гороховое Тесто Рецепт Приготовления Красавица А Рыбалочка Сегодня Удачная Сейчас Сейчас Немного Расскажу Интересно О приманках На которые Лучше всего Ловится Плотва Успех Ловли Плотвы Во многом Зависит От правильного Выбора Приманок В начале Месяца Самой Эффективной Приманкой Для ловли Плотвы Является Мотель И уже Ближе К середине Месяца Можно Огловить Уже На опарыш К концу Месяца К арсеналу Приманок Добавляется Тесто Манная Болтушка И другие Насадки В любом Случае На водоем Нужно Брать С собой На рыбалку Как можно Больше Разных Приманок И экспериментировать При таком Подходе Вы никогда Не останетесь Без Хорошего Улова Закончилась Рыбалочка Сегодня Богатый Улов Вот такой Ловилась Сегодня Только Плотва Клев Был Отличный Сейчас Уже Буду Собираться Домой Находит Туча Сейчас Думаю Будет Даже Дождь Сегодня Была Интересная Рыбалка Было Много Полезной Информации Ловилась Плотва На разные Наживки Ловилась На опарыша На гороховое Тесто И также На уловистую Наживку Кому Понравилась Моя рыбалка Ставьте Лайк Подписывайтесь На мой Канал Оставляйте Свои Комментарии Еще Будет Много Интересного До новых Встреч Всем Пока Свои